Несколько часов назад началась очередная акция протеста в защиту арестованного губернатора края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств в 2004-2005 годах. Однако хабаровчане не требуют свободы Фургалу. На улице выходит уже четвертый день подряд, десятки тысяч человек. И сегодня акция протеста началась у здания правительства. Полиция пока никого не задерживает, людей вежливо просят разойтись и не нарушать режим самоизоляции. О распространении коронавируса чиновники особенно беспокоятся, когда речь заходит о каких-то протестах. Хабаровск не исключение, и мэр города Сергей Кравчук уже заявил, что подобные митинги пагубно влияют на здоровье. Он не исключил, что на улицы выходят и зараженные люди. Кравчук призывает к законным акциям, правда не уточняет каким. Высказался сегодня по этой ситуации и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Вася, привет! Расскажи, какая обстановка в городе, сколько людей и действительно ли протесты продолжаются в тех же масштабах, что и начались в эту субботу. Вася, привет! Слышишь ли ты студию? Слышишь ли ты студию? Сейчас и помешал Василию Полонского включиться к нам в прямой эфир. Но я напомню, что в эту субботу начались протесты в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Десятки тысяч человек наверняка выходили на улицы с субботы и продолжают выходить даже в будние дни. В понедельник, во вторник продолжаются протесты. Василий Полонский все-таки у нас сейчас на связи. Вася, расскажи, действительно ли такие же масштабные акции сейчас в Хабаровске, какими они были в выходные и накануне? Да, Леш, привет! Я сейчас нахожусь прямо у дома правительства. Вот только что, прям как по звонку, 22.00, а в Хабаровске сейчас 10 часов вечера. Закончилась акция протеста. Вы можете видеть, что люди постепенно расходятся. Можно слышать гудки автомобилей, которые поддерживают протестующих. Но я бы хотел сказать, что акция протеста, конечно же, не была такой массовой сегодня. Потому что большинство людей работает, занимает своими делами. Но люди, которые выходят сюда, по моему ощущению, намного громче, чем те, кто, например, митингует в том же Москве или Питере. Потому что 400 человек создали такую шумовую поддержку Сергею Фургалу, что даже впечатлили меня. Прошли по моим часам, которые считают количество километров, сегодня 3,2 километра. Заняло это где-то 35-37 минут. Полиция все это время сопровождала протестующих. Несколько раз было в мегафон озвучено, чтобы люди ушли с проезжей части. А сегодня 400 человек, которые вышли протестовать и митинговать в поддержку Сергея Фургала, перекрывали дорогу, шли по проезжей части. Но, по моему ощущению, это никому не мешало. Люди только бибикали в поддержку и, в общем, снимали на мобильные телефоны. Вообще город, конечно, объединен этой, может быть, для именно хабаровчан бедой, задержанием и арестом Сергея Фургала. Полиция, я сейчас вам покажу сотрудников полиции, которые тут стоят у Дома правительства. Вы можете обратить внимание, что это не ОМОН, это обычные сотрудники в штатском. Но, как ни удивительно, сегодня был задержан все-таки один человек. И задержан он был с помощью именно митингующих. Он вышел с таким большим плакатом «Путин вор, фургал наш». И долго тот ходил, и в определенный момент сотрудники полиции все-таки его задержали. Давайте посмотрим, как это вообще было. Свободу, фургалу! Путин вор, фургал, фургал, фургал. Скажите, не боитесь, что полиция... А мне, б***ь. Серьезно? Да. А если остальных насчет тоже задерживают? А? Ну, пускай задерживают, б***ь. Я не боюсь. И вот человек, который несет этот... Я его даже знать не знаю, а он несет. Спасибо вам! Ну вот да, такая ситуация произошла. Мне не показался этот мужчина провокатором. Но люди очень боятся таких лозунгов. И сегодня, кстати, был даже такой неприятный разговор с московским журналистом, местным активистом, который оператор и одновременно журналист начал довольно жестко высказывать сотруднику полиции за то, что тот там толкается или пихается. На что митингующие начали высказывать журналисту, что тот не провоцировал, не занимался провокацией и уважал полицию. Вообще к полиции тут, на удивление, именно к местной полиции очень хорошее отношение, потому что сотрудники полиции не трогают митингующих. Единственное, что они делают, сопровождают. Вот сегодня просили закончить акцию, потому что она не санкционирована. Вообще полиция действует максимально спокойно, но говорить о том, что в ситуации сотрудник полиции не контролируется, я думаю, что будет ложью, потому что, например, за домом правительства, который находится на центральной площади города Хабаровск, находится несколько автобусов с ОМОНом. И я думаю, что если ситуация выйдет из-под контроля, то, конечно же, сразу же будут применены силы сотрудников. Ну вот, я бы с удовольствием, Леш, поговорил бы с кем-то из митингующих, но митинг разошелся почти за 30 секунд. Мы сейчас немножечко пройдемся до улицы, где довольно громко гудят автомобили, стоят сотрудники полиции, и даже люди что-то кричат. Может быть, митинг немножко перемещается, может быть, люди решили дальше гулять по городу. Сейчас мы это проверим. И хотел бы по поводу вообще самого Хабаровска, как Хабаровск реагирует на эти акции протеста. Если честно, это довольно поразительно, потому что даже таксисты, с которыми я сегодня ездил, например, от аэропорта и суда добирался до этой площади, кажется, что люди перекрывают дороги, и таксисты должны быть очень недовольны. Но таксисты поддерживают митингующих, и это, правда, удивляет. Ответ на вопрос, который волнует многих, кто не живет в Хабаровске, почему же люди так поддерживают губернатора партии ЛДПР, тоже, в общем, партии, которая часто принимает решения той же «Единой России», которую тут не любят. Вопрос, ответ очень простой. Люди просто выбрали фургала. И по этой причине они как бы хотят сами решать судьбу своего губернатора, а не чтобы это решала Москва. Сейчас мы узнаем, что тут происходит. Потому что, правда, вот вы можете видеть, собралось большое количество людей. А вы не подскажете, телеканал «Дождь беспокоит», а что тут происходит? Задержали мужчину. А здесь? Да, вот сейчас прямо. Задержание. А за что? Ну, не за что просто. Нас так могут задержать любого. Скажите, пожалуйста, просто москвичи многие не понимают, почему жители Хабаровска так яро поддерживают губернатора от ЛДПР. Почему это происходит? Вы действительно не понимаете? Нет, москвичам это непонятно. Ну, жаль, что непонятно. Это наш губернатор, мы его выбирали, и мы хотим его вернуть. Забрали его незаконно, просто его украли у нас. Поэтому мы за него будем стоять. Он сделал для города очень много. Вот самое интересное, что он успел сделать с вашей точки зрения? С нашей точки зрения, во-первых, он бюджет города Хабаровска расходовал в нужной цели. То есть не себе в карманы, карманы чиновников. Зарплату депутатам сократил. Сократил зарплату и на город деньги тратил. Себе сократил зарплату. И деньги вкладывал в дороги, в строительство, в благоустройство. Поэтому очень много он сделал. Еще он должен был очень много сделать. Он две недели назад давал интервью, в котором должен был сдавать, я сейчас не помню, количество дома для сирот, которые не могли построить ни фургала, ой, господи, простите, ни шпорт, ни соколов, никто, понимаете? Поэтому очень много, очень много. Спасибо. Как я понимаю, сотрудники полиции отпустили, отпускают молодого человека. А, нет, не отпускают. Его заводят куда-то в отдельный кабинет. Сейчас мы попытаемся узнать. Простите, я споткнулся, я споткнулся, я извиняюсь. Спасибо. Это рублю, Павел. Вы могли бы сказать, а что происходит сейчас? Осторожно. Осторожно, все падают. Могли бы сказать, что сейчас происходит? Якобы задержали провокатора, который крикнул Путина в отставку. Ну, что-то такое подобное. А его сейчас отпускают или нет? Его хотели увезти, но сейчас его народ взял шефство над ним, и мы его, чтобы здесь можно было с ним разобраться на месте, и его отвезли в Бутин. А вы сам местный житель? Да, мы местный житель. Скажите, почему так поддерживают губернатора? Губернатора поддерживают, потому что выбирали его лично мы, а не назначал Владимир Владимирович Путин, светло-шолнышко нашим. Я заметил, что все лозунги, связанные с Путиным, тут просекаются не только сотрудниками полиции, но и самими митингующими. Почему? Мы не хотим провокаций московских. Московских провокаций и также спустят провокацию. Потому что мы мирно, мы ничего не разбили, и мы ничего не сломали, ничего не разрушенного, абсолютно ничего. Поддерживай, когда стой, отключилось. А я сказал Путиным отставку. Я очень громко крикнул несколько раз. Вы будете так еще делать или нет? Да, я буду это делать, я буду пользоваться своим конституционным правом. Полиция вас обвиняла, что вы в алкогольном опьянении? Нет, они даже не пытались. Но я, видимо, выгляжу очень трезвым, и они даже не пытались. А газа у вас нет? Только покажите. Нету? А что сотрудники полиции вам сказали сейчас? Они сказали, понял ли я. И попросили просто... Они, видимо, хотели, чтобы я поблагодарил их, потому что они сказали, мне угрожала опасность, и они меня защитили от толпы, от толпы. Потому что я, видимо, провоцировал толпу. При задержании что сказали? При задержании сказали, пройдемте. Представили. Ну, я их попросил, они показали свои ксивы. Ну, все нормально, то есть было? А когда зуба знали, они претензии сняли? Извините. Свои претензии сняли, когда уже отпускали вас? Я так думаю, претензии они сняли главным образом, потому что вы окружили воронок. За что вам очень большое спасибо всем. Я очень вам признателен. Как вы сами думаете, зачем вы это думаете? Леша, телезритель Дождя, вы видите, что акция протеста проходит очень интересно для России. Особенно потому, что это необычно, когда полиция задерживает человека, и просто потому, что люди требуют, его почти сразу же отпускают. Но да, тут существует определенное такое вето на то, что не нужны тут эти московские лозунги. Тут есть свои лозунги, они хотят отбить своего губернатора. И люди будут продолжать ходить. И очень многие говорят о том, что в будни будут акции малочисленные, а вот в выходные ждите прям по-настоящему крупную акцию, когда весь город выйдет к Дому правительства. Леша, тебе слово. Спасибо большое. Василий Полонский из центра Хабаровска, где четвертый день не утихает протест. Ты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Ну, то, что действительно, тут вам не Москва.